Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. В студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Сегодня в выпуске. Истина в зерне. Глава государства Александр Лукашенко с двухдневным визитом находился в Брестской области. В центре внимания президента уборочная страда в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая. Руководитель страны посетил Ивасевический регион, сельхозпредприятия Квасевичи и Косово. Социально-экономическое развитие областного центра, занятость и заработная плата людей, модернизация предприятий и строительство. Александр Лукашенко проинспектировал подготовку областного центра к празднованию тысячелетнего юбилея. По делам и награды, флагману белорусской пищевой промышленности, открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» глава государства вручил градообразующему предприятию почетное государственное знамя Республики Беларусь за особые достижения в хозяйственном развитии. Проекты в сфере экономики, туризма, строительства. Брест посетила делегация из города Сяугань. В рамках визита прошла официальная встреча китайских гостей с мэром города Александром Рогачуком. Обо всех этих событиях и не только о них смотрите прямо сейчас. В центре внимания уборочная страда в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая. В 2017 году Беларусь рассчитывает собрать порядка 10 миллионов тонн зерновых. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область. «Красной нитью» проходила и тема выполнения плана строительства молочно-товарных комплексов страны. Открытое акционерное общество Кавасевича Ивацевичского района стало площадкой для конструктивного диалога. О судьбе урожая репортаж Лариса Осмолович. Белорусское золото, имя которому хлеб, достояние республики. Общий каравай – это общее дело. И тут, как в кулинарной рецептуре, важны все ингредиенты. Каким он будет на вкус. Какое послевкусие оставить, зависит от вклада каждого. На Брещене это понимают, а потому к уборочной страде готовят соответственно, как следствие, в этом году самый южный регион страны – лидер жатвы. Первый миллион зерна уже собран. Есть чем гордиться, есть о чем докладывать главе государства, который 10 августа начал инспекцию регионов и проблемных хозяйств Беларуси с Брестской области. Сразу по прилету в Ивацевический район Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией в регионе по ходу уборочной кампании в сложившихся погодных условиях и мерах по снижению потери урожая, в том числе и ситуации по Рапсу и Льну. Кто с Рапсом? 120 тысяч. Мы Рапса убрали уже, остался яровой, еще где-то 4,5 тысячи. У нас его было 9, мы посеяли, но, к сожалению, вымерся половина. Ну, уберем где-то тысячи еще 6-7, наберем еще яровой, получится 125-126 тысяч. В прошлом году всего было 25 тысяч. В следующем году у нас 30 центнеров будет Рапса, у нас 24 мы вот там работали. У нас 26 и 2. Лен, ты почти не сеешь или вообще не сеешь? Ну да, 5,7 тысяч. 5,7 тысяч. Почти 6 тысяч. 5,7 тысяч. Все убрал, вытеребил. Ну, осталось немножко, там, пару, ну, 200 гектаров. Ну, они так по технологии там сеют, потому что. И мы уже его вытеребили весь и перевернули практически весь. Как они работают с семенами? Согласно нормально работают в городской области? Хорошо или не знаешь? Хорошо работают и Ляховичи, и Кружан, и это будем одни из вытеров. На полях открытого акционерного общества Кавасевич и Жатва, как, впрочем, и по всей области, в самом разгаре темпы ее растут изо дня в день. Страда не знает выходных, хлеборубы стремятся собрать урожай в самые сжатые сроки, не забывая при этом о качестве уборки. Аграрии понимают сельское хозяйство, локомотив экономики. В закромах Брестской области уже свыше миллиона тонн зерна. Александру Лукашенко вручают каравай, испеченный из муки нового урожая. Уважаемый Александр Милович, сегодня как раз у нас миллион тонн зерна, мы первые в республике. Мы вчера поработали хорошо, осталось 30 тысяч, мы в день убираем 70, поэтому вот как раз, я думаю, через несколько часов... Короче, к вечеру будет с запасом. Да, с запасом, да. Поэтому разрешите доложить вам, что мы выполняем миллион тонн зерновых. Да, и мы жарко, вручить вам добрые. Да, да. Конечно. Ну ничего, естественно. Спасибо. И поздравляю с миллионом. Достичь урожая в 1 миллион 200 тысяч зерновых и 200 тысяч зерна кукурузы – цель Брестских аграриев. Сегодня в области убрано порядка 80% урожая, но почивать на лаврах не стоит, отмечает Александр Лукашенко. Темпы нарастили, но обороты следует увеличить на 10-15%. Задача по стране – собрать 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с рапсом и кукурузой. Республика обмолочила на площади миллион гектар хлеба, 46% всей площади. На молочной аппаратке 3 миллиона 585 тысяч тонн, урожайность 35,8 цепи. Короче, завтра к обеду у тебя 4 миллиона уже будет. Сегодня к вечеру? Сегодня к вечеру. Будет. Да, будет. Каждым днем урожай растет. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор. Мы перерабатываем его, не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Просто отрядами. Вот он проезжает, 10 комбайнов, 20 машин для отвозки зерна. Ведем уборку на элеватор сразу, хлеб положим в амбар, там разберемся. Отслеживая работу отдельного хозяйства, Александр Лукашенко решает вопросы и проблемы государственного масштаба. Есть перебои с отгрузкой гранулированного удобрения. Президент поручает разобраться с этой ситуацией правительству. Отдельно Александр Лукашенко остановился на обеспечении хозяйств топливом, поручив контролировать его эффективное использование. У нас механизатора в отдельных хозяйствах, зарплата мизер, с трактора не прогнать. Проконтролировали. Сливает солярку, продает руководитель, не контролирует. А топливо сегодня это... Он может на воровстве заработать 10 своих зарплат. Поэтому у нас есть эта проблема. Кстати, Леонид Константинович, мы как-то в Александрийском обсуждали ее, договаривали, что мы будем подкрашивать наше топливо. Вы сказали, все, сделаю, но уже сколько времени прошло, ничего. Самое эффективное сегодня – это ставить датчики расхода топлива и контроля. Сейчас хозяйство этим занимается. Очень много уже хозяйств, которые экипированы. На самые такие мощные трактора, там, где опасность вызывает, там, где расходы большие, ставят датчики. Хорошо, мы тебя проверим в ближайшее время. Лично глава государства убедился в качестве уборки. Александру Лукашенко доложили, что госзаказ по зерну будет выполнен в полном объеме. Чиновники уверены, что к 20 августа уборочная кампания завершится. Давайте договоримся по поводу госзаказа. Опять же, я вице-премьеру задачу такую поставил. Мы там 860 тысяч тонн хотим заготовить. Давайте договоримся, что мы до миллиона, может быть, чуть больше. Но хлеб, если желание есть у него продать, хороший хлеб, его надо забрать. И провести обмен старых резервов. То есть, прошлого года, позапрошлого резервы зерно есть, старые надо отдать на корм. А новое заложить из нового урожая, потому что зерно хорошее в этом году. В мире спрос на продовольствие, цены только растут. Сельское хозяйство – сфера, где можно и нужно зарабатывать. Погода, корма, развитие животноводства – все это в Беларуси есть. Не хватает порой лишь ответственности и хозяйственности. Летний день – год кормит. А летняя рабочая смена – главная статья дохода аграриев. На территории Квасевича имеется 8 деревень. В хозяйстве работают практически все местные жители. Основа предприятия – мясомолочное производство. Посещая реконструированную молочно-товарную ферму Квасевича, президент поручил за 2017-2018 годы завершить в стране строительство молочно-товарных ферм. Сегодня в Беларуси более 4100 молочно-товарных ферм. Реконструировано и модернизировано 1181-120 ферм в высокой степени готовности. Чтобы завершить работу оперативно, нужна поддержка государства. Глава государства акцентировал, что необходимо разрешить хозяйством строить ферм удобным для них способом. Толковые решения только поспособствуют работе, но ответственность за них будет нести руководитель лично. Вы уже успешно забыли то, что от вас требовало. Построить нам надо эти 1200 ферм кровь с носа. У нас немного осталось их. Надо примерно 80 миллионов долларов, но это по подсчетам. А начнем строить, таки в 50 вложимся. Я сейчас скажу, что надо сделать. Значит, эти фермы, как и траншеи, особенно к этим фермам, прежде всего, мы должны построить в этом и в будущем году. За полтора года эти вопросы нужно снять. Как строить? Строить надо разрешить любыми методами. Хочет хозспособом, это дешевле значительно. Значит, надо ему разрешить хозспособом. Не может хозспособом. В МК сельское есть в каждом районе. Мы об этом вчера говорили. Разные способы, но минимум денег. Главное качество. В завершении строительства один вопрос. Второй – заполнение ферм высокоудойным скотом. В Квасевичах в среднем на корову надой вырос на 26 килограммов к уровню прошлого года. Это планомерная работа специалистов. Правильный рацион, сбалансированные корма, результат на порядок выше. Важный момент – сохранность кормов. С учетом того, что мы в пленку будем полиэтиленовую, сенаж заворачивать, с учетом перспективного строительства и модернизации ферм, то есть сенажную траншею надо построить там, где комплексы стоят. Там у нас есть траншеи, где перспективно будет размещена ферма, где она будет всегда. Ну ты понимаешь, о чем мы говорим. Ибо мы сейчас настроим возле сарайчиков этих траншей, а потом траншеи будем лепить помещение или возить будем за 5 километров корма. Поэтому траншеи сенажные в этом будущем году мы должны построить. Это небольшие деньги. Посчитайте, как мы фермы считали. Сколько это будет стоить? Обычно тысячники, да? Ну это обычно тысячники. Ну да, надо тысячу тонн траншеи посчитать, где, чтобы у нас была схема. И мы взяли на контроль. И по деньгам. Обрежь вот лично, чтобы… Потому что у руководителей же это же понимаешь. А, это такие шальные деньги. Шальных денег не будет. Дадим кредитные ресурсы и построим эти фермы за их шок. Потому что, как бы мы не хорохорили здесь, если качество кормов плохое, не будет ни молока, ни молока не будет. Александр Лукашенко дополнил рабочий маршрут незапланированной поездкой в хозяйство Косово, которая относится к категории сложных. Но последний год постепенно стал выходить из кризисной ситуации. И здесь важно, что не только ответственнее подходят к соблюдению технологий. Как результат, планы по зерновым выполнены. Но, прежде всего, поменялось отношение к труду людей. Глава государства пообщался с Ириной и Николаем Харужеми. Сплоченный семейный экипаж в хозяйстве в лидерах страды. Я так понимаю, чтобы деньги заработать, или она у тебя тоже помощник? Сильный помощник. А то в жизни, да. И в рабочий курс. Штурвал доверяешь ей? Нет. Штурвал, она мне трудно. Штурвал я сам. Он у тебя диктатор, да? Если вы не против. Конечно. В семье можно одна с тобой? Разве можно. Не ревнуешься? Не ревнуешься. Как вас зовут? Ирина. Ирина, вот Ирина. Тебе от меня, от него. Спасибо. Молочно-товарная ферма «Старожовщина». Следующий пункт посещения главы государства. Проблем на сегодня ее назвать уже нельзя. Ухоженный накормленный скот. Дойная стада 755 коров. Чистые помещения, достаточно высокие зарплаты у работников. Все дело в том, что поменяли хозяина предприятия Косова. Сельхозпредприятие попало под указ президента о финансовом оздоровлении. Как следствие, убыточное полтора года назад, сегодня оно рассчиталось долгами. Людмила Кот, заведующая фермы, работает более 36 лет в хозяйстве. Знает все его плюсы и минусы. Надо трудиться, не покадая рук. Надо, чтобы был дружный коллектив. У нас председатель, директор ООО Косова сейчас поменялся. Он помогает людям. Он добросовестно относится к своей работе. Что его попросишь, он всегда придет на помощь, поможет, подскажет. Зарплата у нас хорошая. Просили помочь нам построить еще один коровник. Хочем повелить по голове скота до 750 голов дойного. Ну, просили, чтобы помог с дорогой, потому что подъезда нету никакого. Мы, в первую очередь, я навел парадок с дисциплиной. Второе, технологии кормления, основное. Те самые, тот самый скот, те самые люди. И мы за полтора года, мы планируем за два года выйти на рубеж удоя на корову 5300. А было 3300, принимал я. Понимаете? Вот две тонны мы добавили на корову за два года. Тонну в год. Это в первую очередь. Ну и привесы, обеспеченность у нас 100% комбикормами. Хватает своего зерна у нас. Мы не закупаем. Сейчас намалашиваем, хватает, мелем, добываем. Ну вот и работаем так. Глава государства поручил правительству изыскать средства, чтобы привести ее в идеальное состояние. Здесь должна быть идеальная ферма. К ноябру месяц с идеальным содержанием скота, идеальными людьми. Главное, дорогу. Ну, надо туда и... Ну, естественно, ну, конечно, и дорогу. Это уже лиса, вот эти 50 миллионов. Это уже мою. Президент пообещал вернуться в открытое акционерное общество Косово в ноябре текущего года и проверить выполнение данных им поручений. Чем живет город Брест? Социально-экономическое развитие областного центра, занятость и заработные платы людей, модернизация предприятий и строительства. На эти вопросы отвечали руководители областного центра, главе государства, который 11 августа находился в городе над Богом в рамках рабочей поездки по региону. Одно из поручений, которые дал Александр Лукашенко представителям вертикали власти – подтянуть в 2018 году предприятие с низкой зарплатой до уровня в 1000 рублей. Также руководитель страны проверил, насколько выполненные к тысячелетию Бреста работы будут соответствовать проекту. Рабочий день Александра Лукашенко в Бресте начался сразу же по прилету. Первое поручение, которое дал глава государства чиновникам – навести порядок на территории аэропорта, поскольку в современных реалиях все быстро меняется. Если сегодня аэропорт не загружен, то это не значит, что так будет и в будущем. Порядок прежде всего. Приведи все в порядок. Еще раз подчеркиваю, лишнее отдай. Выгороди забором, аэропорт забирайте, а это все по своему усмотрению. Город Брест богатой историей и насыщенным настоящим. Сегодня один из самых экономически успешных регионов страны. Активно развивается. За последние десятилетия областной центр приобрел совершенно иной облик. По итогам социально-экономического развития за 2016 год Брест занесен на республиканскую доску почета. Это стимул для дальнейшего развития. Через два года центр Берестейского края отметит свой тысячелетний юбилей. Сегодня Брест строится и прирастает новыми районами. Успешно работает большинство предприятий. Растет уровень жизни людей. Об этом главе государства доложил председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Заработная плата к концу года достигнет уровня тысячи рублей. По зарплате понятно. Тысячу рублей мы достигнем. Что касается заработной платы на будущее. Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх. Это хорошо. Но есть же половина, может, и где-то чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня. И вообще зарплата небольшая. Поэтому после завтра, то есть в 18-19 год, особенно в 18-м, мы беремся за эти вот нижние. Те, кто мало зарабатывает, чтобы мы в 18-м году их подтянули уже к 500 долларов, к тысячу рублям. Хотя бы ближе, например. Ну и за счет их и перспективы, за счет тех, кто уже достигли, мы будем иметь уже, может, и полторы тысячи рублей. То есть вот надо этот низ. У нас обычно социальные, Михаил Владимирович, работники и прочие. Культура, культура, они всегда были обижены. Поэтому надо их будет в 18-м году подтянуть до уровня средней. А сейчас нам надо застолбиться на средней зарплате. И чтобы не получилось, скажем, ну там в декабре выплаты, доплаты, а в январе опять упадет. Ни в коем случае это допустить нельзя. Это смажем перед людьми, смажем всю эту работу. Александр Лукашенко подчеркнул, что зарплата просто так выплачиваться не может. Ее нужно заработать. Людям необходимо предоставить рабочие места. Нельзя создавать пласт безработных. По рабочим местам что у тебя, по занятости? По рабочим местам докладываю. Если на прошлый период у нас было 770 вакансий, то в настоящий момент мы имеем 1881. Реальная ситуация, что мы удвоили количество вакансий. Я посмотрел структуру вакансий. Какие люди востребованы, какие профессии. Востребованы профессионалы. Бетонщик, плотник-бетонщик, водитель, швея. Получается, мы не можем найти людей. А самые пользующиеся таким вопросом, это сторож 2 через 2, сторож 3 через 3 и так далее. То есть вот здесь есть такой момент. То есть люди хотят устроиться на эту блатную работу, там где-то приткнулся и вести такой спокойный образ жизни. А работать серьезно, где можно и заработать, и квалификацию иметь, туда идти или не хотят, или они не готовы профессионально. Да, это есть такая проблема. И вот мы здесь видим, реально трудоустроенных человек у нас получилось меньше, но предложений же мы даем больше для трудоустройства по городу Бресту. И с учетом открытия торговых центров, которые есть, там продавцы и так далее, то есть это количество еще людей будет увеличиться. Здесь есть уже, наверное, какая-то проблема с точки зрения того, что, наверное, предложение надо расширять, но если каждый хочет работать только в офисе, или каждый хочет только лишь, наверное, тоже совсем уже другая крайность, если будем создавать такие рабочие места. Да, но я с тобой согласен с твоими умозаключениями, но вопрос в том, что мы должны заставить всех работать. Нам надо, конечно, будет какой-то малый процент, маленький-маленький людей, которые ни на что не способны. Но хватает у нас, к сожалению, алкашей, проходимцев в жизни. Ну как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут на западных рубежах, есть где там туда-сюда проехать. Это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей все-таки надо ставить такие условия, чтобы они все-таки шли работать. Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно-полезный труд, как раньше говорили, значит мы будем создавать вот этот класс, и он будет увеличиваться. Нам это допустить нельзя. Александр Лукашенко ознакомился с тем, как возводится юго-западный микрорайон Бреста под красивым названием Лагуна. Самый молодой район города. В 90-е в так называемом Заречии проживало порядка 40 тысяч человек. Сегодня 90 тысяч. Из этого числа маленьких брещан 20 тысяч. Когда мы готовили проект вашего распоряжения, мы делали основной акцент на формирование в этой Заречной части социальной инфраструктуры. Жилье, оно построено. А вот школы, сады, поэтому в вашем распоряжении находятся в основном все социальные объекты. На данный момент, значит, район продолжает строиться. И к 2020 году здесь будет жить 110 тысяч населения. То есть город развивается в этом направлении. В Южном? Да, в Южном. Мы сейчас находимся, в частности, вот в этом месте. Вот микрорайон ЮВМР-4. Он как раз характерный в целом для строительства города. Он построен на болоте. Структура микрорайона, по сути дела, мы стараемся делать так, чтобы она была удобная для комфортного проживания, чтобы человеку не надо было ездить сюда, в эту часть города. Чтобы здесь было магазин, садик, все понятно. Поэтому на примере данного микрорайона можно, в принципе, рассматривать и все микрорайоны, которые находятся в стадии строительства. Дома растут, как на дрожжах, обеспечивая молодые семьи жильем. Для Кристины Олесик и ее семье жилье в этом районе – прекрасный подарок. Довольно всем. И планировкой, правда, пока еще ведутся ремонтные работы, и детской площадкой. Настроение самое замечательное. Ведь обеспеченность жильем для молодой семьи очень важно. Мы живем здесь уже целый месяц. Мы очень довольны, очень довольны детскими площадками, которые здесь у нас. Детки вот довольны тоже, все играются. Мы очень довольны, скорее ждем, пока достроится. Садик ждем очень. Школу в дальнейшем. Здесь очень комфортно. Сейчас откроется уже новая дорога здесь у нас. Можно уехать и в центр, и на восток. То есть достаточно удобно, уходит общественный транспорт. У нас возле дома практически остановка уже. Скоро пустят транспорт, и будет вообще очень-очень хорошо. Сегодня Брест – большая стройплощадка. В списке более трех десятков новых и обновленных объектов, которые должны реализоваться к юбилею города. Кобринский путепровод – один из них. Вот он в существующем виде выглядит вот так. Очень узкий. Если идут два троллейбуса навстречу, встречаются, то легковые машины уже очень печальны. Это въезд в город. Исторический город раньше заканчивался на этой железной дороге. Это тоже согласно вашему распоряжению. Мы здесь не видим проблем. В настоящий момент приступили к подготовительному этапу. Выносим коммуникации. Идем с опережением по вашему распоряжению. Западный обход, вторая очередь – это еще одна глобальная строительная площадка. Кольцевая развязка, кстати, лучшая в стране, позволит городу решить многие наболевшие транспортные проблемы. Суть проекта – связать два пограничных перехода с отдаленными спальными районами в обход центра города. За городскую черту вынесли нефтебазу. Александр Лукашенко подчеркивает, такие проекты нужно реализовывать собственными силами. Что такое сегодня застройщик, бизнесмен какой-то, у которого нет базы, у него нет денег, у него ничего нет. У него одна комната офисная. Он идет в банк, берет деньги, кредит. Денег у него нет, он берет кредит. Он идет в строительный трест к нему, нанимает рабочих, чтобы они строили. Проектанты проектируют. Зачем вы отдаете, если у нас эти тресты могут сами это сделать? И прибыль забрать себе. Западный обход имеет нравственный аспект. Строительство подразумевает снос домов, в них живут люди. Сегодня этот вопрос урегулирован. На данный момент нет проблем технологических. Что касается такого социального аспекта реализации, это снос домов. Он минимизирован, минимизирован с учетом вот этой трассы. И мы предложили людям компактное проживание недалеко от нынешнего проживания, в довольно комфортных домах. Людей обижать не надо, ближе, дальше, если сколько там семей, не знаю. Надо построить дом в лучших условиях. 40 семей? Ну, лучше 40 квартир. На данный момент мы стоим 25 квартир. Только смотри, чтобы не получилось в одной квартире, 7 семей попрописываются, и ты потом будешь каждому строить жилье. Ваш указ номер 58 дает четкую для нас законодательную работу. Сколько взяли, столько дадим. И это делается в интересах людей, но справедливо. Сроки строительства глобальных объектов строго регламентированы. В сентябре 2019-го Брест будет праздновать тысячелетие. А потому взятые темпы нужно не просто удвоить, а увеличить в разы, но с соблюдением качества. Лариса Смолович, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 11 августа 2017 года станет знаковой датой для коллектива открытого акционерного общества «Савушкин продукт» – крупнейшей молочной компанией Беларуси, возглавляющей рейтинг эффективно работающих организаций пищевой промышленности. В этот день глава государства вручил городообразующему предприятию почетное государственное знамя Республики Беларусь за особые достижения в хозяйственном развитии. Лариса Смолович с подробностями. «Савушкин продукт» – гигантский производственный комплекс. Охватить взглядом весь завод можно только с высоты птичьего полета. Лидер белорусской молочной промышленности. Производство продукции осуществляется на четырех производственных площадках. В Бресте, в Столине и Пинске, в сутки предприятие перерабатывает около двух тысяч тонн молока. На этом современном заводе-автомате трудится более трех тысяч человек. Здесь производится продукция порядка двух сотен наименований, всегда из свежего молока. Этот девиз «Савушкина» давно знаком белорусам, его оценили и в зарубежье, близком и далеком. Компания проводит постоянную работу по выстраиванию сбалансированного, конкурентоспособного ассортиментного портфеля, создание новых брендов, поиску новых рынков сбыта. Тот, кто хочет быть успешным, будет им. Именно кризис подталкивает к активным действиям. Если сравнивать с 2007 год и сегодняшний год, то на самом деле мы увеличили продажи в пять раз, мы увеличили производство в четыре раза, увеличили численность в два раза. И что ни берите, это меньше двух раз ничего нет. Все цифры практически за десятилетия. На самом деле мы превратились, я очень благодарен Александру Горовичу, что я сегодня с его уст услышал, флагман молочной отрасли Республики Беларусь. Это его оценка. Я думаю, что она не должна, в коем случае никто не должен в этом сомневаться. На самом деле, посмотрю предприятие, оно на самом деле так и есть. Савушкин продукт сегодня – крупнейшая белорусская молочная компания, возглавляющая рейтинг эффективно работающих предприятий пищевой отрасли страны. Компания, которая является примером того, когда средства, вложенные в модернизацию производства, возвращаются в старицы и для предприятия, и для города, и для страны. Брестский молочный гигант вложил в модернизацию производства, а это техническое переоснащение и укрепление сырьевой базы, порядка 300 миллионов долларов. Отмечается конкретная прибавка по молоку, маслу, сырам, а это следствие работы с 92 сельхозпредприятиями. За короткие сроки построены и уже работает новый завод по выпуску мягких сыров и творога, а также крупнейший в стране логистический центр – Савушкин бренд Бреста. Савушкин – бренд Беларуси, а потому разговор о развитии молочной отрасли, конечно, на площадях брестской компании. На 48% ЦМП идут на эксплуатацию, 29% сыра, масло. Если брать, вот сегодня практически 79 областей России, мы поставляем цельномодушку. Семеные Арабские Эмираты самолеты везут, Украина, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан. Начали в Китай поставлять молоко стерилизованное, пошли первые партии, уже мы отрузили больше 290 рублей. – ЖД? – Контейнеры морские. – То, что идут контейнеры, где туда? – Да, да. Не ЖД, а по морскому пути. ЖД пока очень дорого получается. Вот этот вопрос тоже нам надо было бы как-то рассмотреть, потому что если мы ставим все задачи, и питаем нас стратегический подход по продуктам питания, то надо было бы как-то оттуда правильно идут пустые контейнеры, но все равно железная дорога очень дорого. За 40 лет создано современное технологичное автоматизированное предприятие, на котором минимизирован контакт человека с продуктом и гарантировано его высокое качество и безопасность. Не молочный завод, а космический корабль с километрами стальных труб, компьютер. Все движется, мигает, все отслеживается на мониторах. А потому Бреский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий бессрочную экспортную лицензию Евросоюза. Нам всего хватает, нам бы молочка, как говорили, вот нам бы молочка, вы, если честно говоря, вы понимаете, что тяжело конкурировать с гигантами молочной отрасли мира, если, ну, там 2 миллиона, 3, 5 перерабатывают миллионов тонн молока, а мы 650-700, понимаете? Было бы сырье, мы могли бы, конечно, поконкурировать, и мы будем это делать. Мы конкурировать готовы, мы здоровые конкуренции. Если нас раньше гоняли по этой эпохе, то сегодня мы твердо ставим, 50% десертов – это наших сегодня. И мы об этом громко говорим. И это не так просто, а сделано все постепеньку, шаг, степ за степ, как я говорю, шаг за шагом, мы все равно заняли то место, которое нам положено сегодня иметь, как флагману мороженой отрасли. Ставку руководитель Савушкина продукта делает лишь на коллектив, на тружеников предприятия. Ставку мы делали и делаем на кадре, понимаете? Без кадров сделать чего-то. Я и президенту сказал, что мы сохранили советскую школу подготовки кадров. Мы сегодня молодых людей берем с третьего курса и начинаем их подгонять, как говорится, под рамки Савушкина продукта. Подходят, оставляем, и, пожалуйста, будет знать, что его карьера будет. Это как раньше. Попал в комсомон, да? Первый там, то есть завотделом, потом первый, третий секретарь, второй, первый. Главное попасть было в обойму. Его проверили, подходит и вперед. Точно так и мы. У нас все домороченные кадры. Мы ни одного человека с улицы практически не берем. И все идут на должности по конкурсу. И люди, самое главное, что мне удалось, что люди здесь знают, что они хотят. На встрече с трудовым коллективом предприятия Александр Лукашенко отметил, что столь впечатляющие достижения молочного гиганта были бы немыслимы без трудолюбия, инициативы, высокого профессионализма его руководителей и специалистов, всех членов коллектива. Сегодня в истории нашего предприятия открывается еще одна яркая страница за выдающиеся достижения в хозяйственном развитии вашего предприятия, белорусского предприятия, нашего предприятия. Почетное государственное знамя Беларуси вам вручается. Это не только знак высокого признания заслуг всего вашего коллектива, но и показатель той народной любви, которую смог завоевать Савушкин продукт. Продукция предприятия сегодня на столе практически в каждой семье. Благодаря широкому ассортименту, отменному качеству, товары под этим брендом снискали популярность не только на родине, но и далеко за ее пределы. Президент подчеркнул, продукцию Савушкина охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Корея, Израиле и многих других государствах. Только в прошлом году объем экспорта составил свыше 210 миллионов долларов. Такие предприятия, как Савушкин продукт – гордость белорусской страны. Объем реализованного за рубеж продовольствия в прошлом году приносил 4 миллиарда долларов, и это на рынке падения. Цены. В настоящее время по некоторым позициям, например, по экспорту сливочного масла, творога, обезжиренного молока, мы вошли в число мировых лидеров. Что касается внутреннего рынка, то он давно насыщен отечественными продуктами питания, которые благодаря высокому качеству доступности успешно конкурируют с импортными аналогами. Вложив значительное средство в модернизацию перерабатывающей промышленности, мы стали получать от этого солидную отдачу. Самый эмоциональный момент встречи главы белорусского государства с трудовым коллективом Савушкиного продукта – вручение почетного государственного знамени Республики Беларусь за особые достижения в хозяйственном развитии. Сегодняшняя награда – достойная оценка вашей плодотворной работы. И я от души поздравляю вас с этим замечательным событием. Я желаю предприятию дальнейшего развития и процветания. И пусть прекрасный телес Савушкиного продукта дарит людям радость и здоровье, принесет удачу и счастье. В первую очередь вам самим, вашим семьям, вашим родным, вашим близким, вашим детям. С победой вас, дорогие друзья! Лариса Осмолович, Андрей Щербал, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Каковы перспективы развития города на ближайшие несколько лет? Где получат жилье те, кто рассчитывают на новые квадратные метры? Что в приоритете у предприятий в рамках тысячелетия Бреста и в чем состоит концепция нового фонтана на Советской? Темы выездного заседания Совета директоров Ленинского района. В рамках работы участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов. По отдельным были вынесены конкретные решения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с главными тезисами большой дискуссии. Не на словах, а на деле. Очередное заседание Совета директоров Ленинского района прошло в интерактивном формате. Руководители ведущих предприятий обсудили тенденции развития города на ближайшие несколько лет с учетом тех условий, в которых сегодня работает экономика и промышленность. Это наша плановая встреча Совета директоров предприятий, учреждений, организаций Ленинского района, в которые входят все руководители промышленных предприятий, различных учреждений, которые мы регулярно собираемся. Я не стараюсь их очень часто собирать, но именно руководители, для того, чтобы, во-первых, они были в курсе тех событий, которые происходят в нашем городе, и для того, чтобы сообща вместе мы могли принять определенные решения. Без руководителей предприятий, в принципе, я эти решения принять не могу, поэтому мне очень важно вот эта работа вместе с ними. Один из главных вопросов – распределение квадратных метров и цена новой двушки, трешки или однокомнатной. На конкретных примерах об обстановке в этой сфере рассказал участникам встречи председатель Совета директоров, руководитель предприятия «Полесье Жилстрой» Анатолий Петринич. Открытое акционерное общество входит в пятерку крупнейших строительно-монтажных компаний области и специализируется на возведении широкого спектра объектов производственного, социально-культурного и жилищного назначения. Работа кипит, есть спрос, есть предложение. Сегодня в городе руками строителей «Полесье Жилстроя» возведено немало объектов. Реконструкция исторического центра «Квартал жилой застройки Северный» – новый район улиц Гоголя Папанина. Очень много было здесь зарослей, много было здесь деревьев. Мы это все дело оккультурили, свалили. И в пределах нашей территории, а здесь у нас площадь застройки почти 5,5 гектаров, мы полностью его облагородили. Осталось построить до 2020 года. Это в следующем году будем сдавать позицию номер 5, 18-этажный, за моей спиной дом. И строим 14-ю позицию здесь, возле практически детской поликлиники, будет еще 15-я позиция из трех подъездов кирпичный дом 10-этажного исполнения. Все задачи, которые перед нами стоят, на сегодняшний день выполняются. В целом предприятие справляется с программой. Коллектив 1500 человек загружен. Мы видим программу этого года. Доверие города очень ценим, но и рассматриваем другие территории. Сегодня мы хотим закрепиться в Минске. У нас там создано свое строительное управление. Мы работаем в городе Гродно на знаковых объектах. Строители сегодня – это движущая сила. Поэтому мы работаем там, где нас ждут, где нужна наша профессиональная подготовка. Строительство, реконструкция, модернизация. Все это предусмотрено в рамках подготовки города к празднованию тысячелетия. Большое количество объектов, указанных в плане, утвержденным президентом, расположено именно в Ленинском районе. О том, на какой стадии сегодня находится их возведение, чем постарались удивить архитекторы и какова цена вопроса. Об этом шел разговор во время заседания. На вопросы отвечал главный архитектор города Николай Власюк. Наибольший интерес у участников заседания вызвало проектное решение нового здания автовокзала. Появляется полноценная привокзальная площадь, конечная разворотная площадка для троллейбусной станции, остановочный пункт для автобусов будет расположен в районе путепровода и большой паркинг под путепроводом самим. Обязательным было требование – это сохранить ось по оси Карла Маркса, визуальный акцент здания башни железнодорожного вокзала, который является памятником историко-культурной ценности новой категории. В рамках заседания его участникам была приоткрыта еще одна завеса тайны. Уже разработан эскиз обновленного фонтана на Советской. В новом проекте архитекторы смогли объединить полноценный многофункциональный комплекс, который, с одной стороны, по-прежнему будет оставаться рекреационной зоной, а с другой станет площадкой для развития бизнеса. Конечно, фонтаны Дубая этому творческому проекту затметь будет сложно. Однако конкурировать с европейскими возможно. Задача стояла не просто отреконструировать фонтан, а сделать интересный современный объект, в котором будет интересно находиться. Совет директоров высоко оценил уровень нового проектного решения. И на повестку заседания был вынесен вопрос о том, чтобы в строительстве фонтана приняли посильное финансовое участие предприятия Ленинского района. Инициатива получила одобрение. Теперь дело за строителями. К слову, уже в эти выходные они отметят свой профессиональный праздник. Со словами поздравлений и пожеланий к тем, кто трудится на Ниве возведения, в этот день обращаются коллеги по цеху. В преддверии профессионального праздника, Дня строителя, хотелось бы искренне поздравить всех тружеников, которые работают в строительных организациях, всех заказчиков. Особая благодарность органам управления, городским властям за поддержку строителей. Профессия нелегкая, но сегодня строители нужны и выполняют много полезной, хорошей работы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Брещену с официальным визитом посетила делегация из города Сяугань. Последний расположен в провинции Хубэй Китайской Народной Республики. В программе визита встреча с руководством Бреста, подписание договора о сотрудничестве, а также посещение одного из предприятий областного центра. Тему продолжит Анастасия Стропко. Еще несколько лет назад торговый оборот города над Богом и Китайской Народной Республики состоял только из импорта. В 2016 ситуацию удалось изменить. А уже за январь-май 2017 экспорт составил 1 миллион долларов США. Положительные тенденции есть, но это еще не предел. К тому же китайские партнеры выражают большую заинтересованность в покупке белорусских и, в частности, брестских товаров. Глава государства постоянно говорит о необходимости диверсификации внешних рынков. И китайский рынок – это не то, что альтернатива российскому рынку, это очень серьезный элемент внешнеторговых операций, который будет для нас как подушка безопасности. Поэтому заблуждение, что в Китае все есть, заблуждение, что наши товары неконкурентоспособны. И, в принципе, я повторюсь, что мы должны просто больше узнавать друг друга в плане деловых контактов. Делегация, которая была в областном центре сегодня, представляет город Сяогань. Уже 24 года он побратим областного центра Брещины. Не так давно и в диалоге, и во взаимодействии удалось перейти на новый уровень. На встрече представители сторон, руководители предприятий и организации обсудили возможные варианты сотрудничества. Гости из Поднебесной, в частности, хотят и готовы закупать молочную продукцию и поставлять чайную. Мы хотим нарастить темп сотрудничества, в частности, в молочной отрасли. Знаем, что белорусское молоко очень качественное и надеемся, как можно скорее наладить его поставки. Еще один перспективный продукт – чай. Сяоганьский черный чай хорошо известен, к примеру, в России. Хотим, чтобы его смогли попробовать и Брещане. Это только несколько тем, уже известных, но мы надеемся, что точек соприкосновения со временем станет больше. Важное направление инвестиций. Представители Китая готовы вкладывать деньги. В ходе встречи говорили о туризме, в частности, его гостиничной составляющей. Китайцы – серьезные инвесторы. Поэтому то предложение по гостинице, которое сейчас прозвучало, нам тоже интересно. Гостиница «Интурист» – городская коммунальная собственность. Без серьезных вливаний, наверное, мы не сделаем ее соответствующей каким-то, пусть даже среднеевропейским стандартам. Есть хороший участок территории вокруг гостиницы «Интурист». Поэтому мы, наверное, рассмотрим их предложение по покупке части акции. Это будет на пользу нашему городу, это будет на пользу, в принципе, и вообще туристическому бизнесу в нашем городе. Важный момент встречи – подписание договора о сотрудничестве между свободной экономической зоной Брест и зоной развития технологий города Сяогань. Мы заинтересованы в привлечении китайских инвесторов, китайского капитала в свободную экономическую зону. И данные подписания соглашения, я думаю, будут в первую очередь содействовать вот этому продвижению, ознакомлению китайских предприятий, китайского бизнеса с условием деятельности СЭС и их привлечения в экономическую зону. К слову, в минувшем году в СЭС Брест было зарегистрировано первое предприятие с китайским капиталом. Сегодня идет его активное строительство. На осень запланирован запуск. Всего у Брестской свободной экономической зоны 75 резидентов, представляющих 20 стран мира. Подписание договора должно поспособствовать и увеличению товара оборота, и привлечению инвестиций. В рамках встречи зашел разговор и о приближающемся большом юбилее областного центра Брещины. Что касается тысячелетия, которые озвучили сами наши китайские побратимы, конечно, мы предложим китайцам какие-то материальные символы нашей дружбы создать в нашем городе к тысячелетию. В лучшем случае, конечно, это была бы модернизированная гостиница, но если это будет каким-то образом в какой-то архитектурной форме, в каком-то другом аспекте, ради бога. Мы рады всем. Мы вообще всем нашим попротивам, их у нас 32, написали соответствующие предложения, что заранее подумайте о подарке нашему городу, чтобы потом было радостно отмечать тысячелетие. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 13 августа погоду в городе Бресте будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы и вытесняющий тропический воздух на соседние районы России. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 16-18 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20. 14 августа Брест будет находиться на периферии антициклона с центром над югом Балтики. Сохранится влияние отступающего на Россию фронта. Ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы 15-17, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 22. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин